шалом любящий господом я думаю что те кто смотрите вот эти ролики вам еще не надоело что я обращаясь к вам как к любящим господа я думаю что знаете любящее господа это когда к вам обращаются как к любящим господа это даже больше гораздо больше не сравненно Если вы к вам обращались, ваше превосходительство, потому что любящие Господа это выше любого превосходительства, а вам. Поэтому, действительно, цените тем, что Библия называет, Слово Божие называет нас любящим Господу. Мы любящие Господа, и мы действительно, возможно, можно сравнить с современными суперменами, Потому что в нас живет тот, кто больше того, кто в мире. Поэтому будьте благословенны, любящие Господа. Сегодня молитва, среда молитва с 7 до 8 у нас. Мы вообще как бы разделяем молитвы по категориям, но я тут подумал, и в принципе, видимо, в каждой молитве присутствуют все виды молитв. Наша сегодняшняя молитва, это будет молитва согласия, потому что мы будем вместе молиться за одни и те же вопросы. Это будет молитва прошения, мы будем просить о чем-то у Бога. Благодарение, ходатайственное, ну и так далее. То есть и вот эта вот молитва, молитва, которую мы проводим по средам, это служение Господу, это служение людям. Не с целью что-то заработать, понимаете, а с целью, чтобы попросить у Него что-то. Когда мы просим, мы не зарабатываем, мы просим. Выражаем Ему свое почтение в этих молитвах, благодарение, потому что Он реально достойный этого. Пусть Господь благословит нас, всех. И, ну, вначале было слово, и поэтому я хочу немножко сказать. Мы говорим о слышании Бога, и мы, в общем-то, должны все согласиться, что слышать Бога гораздо легче, чем исполнить то, что Он сказал. Вот. Даже если мы это очень хотим, нам порой сложно исполнить. Почему? Ну, одна из причин, я бы хотел сегодня поговорить. Однажды, однажды мы были на водоеме, будем так говорить. Там была 10-метровая вышка. Вот. Я прыгал с этой вышки, и в очередной раз пошел и прыгнул. Хотел попрыгать, прыгнул. И потом ребята мне говорили, как это выглядело со стороны. То есть, они мне сказали, ты шел нормально, шел нормально, но когда оставалось примерно полтора метра, ну, примерно полтора метра до воды, до поверхности воды, ты сложился, ты сложился просто в комок, и вот просто безо всякой, ну, просто вошел, как комок в воду с брызгами. Вот. А что произошло? Когда я прыгнул, толкнулся от вышки, то и полетел, то почему-то у меня выключилось сознание. Такого больше никогда не было. Но в этот момент оно выключилось. И только когда, и включилось только, когда оставалось до воды примерно полтора метра. И я, и я, почему я вынужден был сложиться, потому что я подумал, что я лечу плашмя, плашмя на воду, а входить с 10 метров плашмя в воду, это не очень, то есть, вот таким вот образом, ну, как вот в простонародье говорят, пузом, пузом, то есть, не очень приятно. И поэтому я просто сгруппировался, сложился и так вот тоже бесформенно вошел в воду. Вот. На самом деле, как вот ребята говорят, вот в пространстве положение моего тела было нормальным абсолютно. Нормальным. То есть, и я бы правильно вошел в воду, но вот чувство мое, сознание мое обмануло меня. Оно мне сказало, что ты идешь плашмя, а плашмя, ну, то нельзя входить. Вот. То есть, мои чувства были дезориентированы. Есть такое понятие пространственная дезориентация, да. Пространственная дезориентация, это когда чувства тебя обманывают. Они показывают вверх, вниз, там, вправо, влево, запад, восток. Они показывают неправильно. Допустим, вместо вверх они показывают низ и так далее. Такое бывает. Это называется пространственной дезориентацией. Пространственная дезориентация происходит с людьми, допустим, с людьми, когда они в тайге. То есть, в тайге вот одни деревья вокруг, ничего не видно больше. И неопытные люди, они думают, что они все время идут прямо. Ну, они считают, что они идут прямо. На самом деле, 100% они идут по кругу. Они идут по кругу. И просто вопрос времени, когда пройдет 3-4 часа, там, 5 часов, может быть. Они выйдут точно к тому, может быть, раньше чуть-чуть, они выйдут точно к тому месту, откуда они начали идти. Опытные вот это знают. Они знают, их чувства тоже обманывают. Они думают, они показывают, что мы идем прямо. Но опытные знают, и они вносят поправки. Поправки в свое движение, поэтому они действительно идут прямо. Но это нужен опыт. Вот это чувство пространственной дезориентации переживают пилоты, пилоты самолетов. В полете, например, они могут вдруг ощутить, что они летят вниз головой. Вниз головой. То есть, на самом деле, они находятся в правильном положении. Или, допустим, им кажется, что они набирают высоту. Набирают высоту, а на самом деле, может быть, самолет идет просто ровно. Или, может быть, даже идет вниз. Это происходит, когда они теряют, допустим, горизонт из виду. То ли, каким образом, большая облачность, вошли в облачность, ничего не видно. Какой-то ураган, ураган, шторм, гроза и так далее. И поэтому, чтобы пилоты правильно ориентировались в пространстве, в момент пространственной дезориентации именно. Понимаете? Когда видно горизонт, допустим, чистое небо, нет проблем. Когда нет никакой видимости и вот эта пространственная дезориентация, у них, значит, есть приборы. То есть, приборы, которые указывают правильное положение самолета. И приборы, видимо, все продублированы. По крайней мере, датчик высоты, их два. То есть, они показывают одно и то же. Даже если один вышел из строя, перестал работать, то второй работает нормально. Второй работает нормально. Поэтому в летной школе, когда пилотов обучают, готовят, то вот этой пространственной дезориентации уделяют очень серьезное внимание. Они говорят, что если ты видишь, чувствуешь одно, а приборы говорят другое, верь приборам. Верь приборам, не своим чувствам. И молодые пилоты чаще всего делают эту ошибку, потому что, может быть, не научились доверять приборам, а верят своим чувствам. Мы, в общем-то, привыкли доверять своим чувствам. Но бывает момент, когда они дезориентированы. Поэтому пилотов учат, не верьте своим чувствам. Потому что если пилот не верит двум приборам, которые показывают одно и то же, а доверяет своим чувствам, он разбивается. Это серьезно. Поэтому смысл вот этой тренировки пилотов в том, что когда все внутри тебя говорит, что ты летишь вниз головой, или набираешь высоту вместо того, чтобы снижаться, а приборы говорят обратное, тебе нужно довериться этим датчикам, приборам. Тогда полет пройдет нормально. Тогда ты с землей встретишься так, как положено. Сядешь на колеса. Теперь, значит, теперь вот Слово Божье. Марка 4, 35, 41. 4, 35. Это было небольшое такое вступление. Вечером того же дня сказал им, Иисус говорит ученикам, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собой. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? Ну, кажется, Иисус действительно что-то не то сказал, да, не посмотрел прогноз погоды, не спросил у отца. Поплыли в шторме опытные моряки, опытные, но они не были моряками, они, это было все-таки озеро, но опытные рыбаки, которые, ну, знали это озеро, не могут справиться, такая буря. 39 стих. Он, встав, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, почему у вас нет веры? И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему. Ну, все понятно. Понятно, что с Иисусом нам прогноз погоды вообще, ну, как бы и не нужен. Если он сказал, то никакая погода нам не помешает, роли не играет. Поэтому, знаете, вот в жизни есть моменты, да, когда мы ощущаем, чувствуем совсем не то, что происходит на самом деле. Совсем не то. Вот это своего рода дезориентация. То есть, я не буду называть ее пространственной дезориентацией, но просто чувства говорят одно, ощущения говорят одно, а на самом деле происходит что-то другое. Вот. И чаще всего это происходит, что наши чувства обманывают нас, да, не показывают истинные картины, именно во время шторма, во время каких-то несчастья, во время жизненных штормов, там, каких-то сильных-сильных проблем и так далее. И вот в это время мы можем чувствовать, наши чувства могут обманывать нас, и мы можем чувствовать совсем не то, что происходит на самом деле. Поэтому хорошо, хорошо и нужно иметь приборы, которые всегда показывают тебе правду. И нужно учиться верить этим приборам. И наши приборы, конечно же, это Библия, то есть Божье Слово, это Святой Дух, это люди духовные, которых ты знаешь, которые вокруг тебя, которые могут дать действительно правильный совет, которые могут сказать, что на самом деле происходит вот это, а не то, что говорят твои чувства, да. Вот смотрите, здесь вот в этой ситуации Бог дал слово «Переправимся», да. Иисус, в котором, ученики имели это слово, Иисус, в котором Дух Божий спит, не беспокоится. А чувства учеников, ну и наши чувства, они просто вопят, погибаем, погибаем. И вот что делать, когда имеешь слово «Переправимся», Божье Слово, но вода заливает лодку? Что делать? Знаете, то же самое, Писание учит, доверяй приборам, доверяй Слову. Доверяй. Можно обратиться к Иисусу, конечно, но без погибаем, без паники. Сказать, как бы, немало не сомневаясь, Иисус, воду устали вычерпывать, надо бы с ветром и морем разобраться, понимаешь? Даже если бы ученики не разбудили Иисуса, если надо, он бы сам проснулся. Если надо, если даже он бы не проснулся, они все равно бы переправились. Почему? Потому что приборы, Божье Слово и Дух Святой, который был на Иисусе, они показывали «Переправимся», нужно доверять приборам. Аминь, да. Чувства, которые у нас есть, бывает, ну, Бог ничего не говорит, Бог оставил, Бог не действует, Бога не чувствую, ничего не получается и так далее. Но Слово говорит, не оставлю вас, не покину вас, да. Слово говорит, какие-то другие вещи, которые, ну, обнадеживают нас, дают направление. Вот. Доверяй Слову. Доверяй Слову. Здесь нужна, конечно, вера. Вот здесь нужна вера. То есть, вера – это полное доверие прибору, который никогда не ошибается, никогда не выходит из строя, имя которому Божье Слово. Или, может быть, Дух Святой. То есть, вера – это довериться приборам, хотя чувства, то есть, твои чувства, что ты видишь, что ты слышишь, там, может быть, что ты переживаешь, обстоятельства или люди, которые вокруг тебя, говорят другое. Верь приборам. Верь приборам. Верь приборам. Поэтому простой, очень важный духовный принцип. Если прибор, Божье Слово, говорит «переправимся», то даже если придется три дня провести в глубине морской. Вот Павел куда-то плыл, видимо, по морю, и не получилось переправиться. Ему пришлось, прежде чем переправиться, провести три дня в глубине морской. Но даже если три дня проведешь в глубине морской, мы все равно переправимся, Просто в этом случае, что важно, чтобы не остаться, как говорится, на глубине морской, важно доверять не своим чувствам, а доверять Божьему прибору, Божьему Слову, Духу Святому и так далее. Аминь. Пусть Господь благословит тебя в этом действительно. Доверяй прибору. У тебя есть прибор, у тебя есть Слово Божье, у тебя есть Дух Святой. Аминь. Доверяй приборам. Аминь. Чувства, это хорошо, это классно, но они могут быть дезориентированы. И чтобы вот в этих случаях, если они расходятся с Божьим Словом, если они расходятся с теми, может быть, чувствованиями, которые тебе дает Дух Святой, то верь Духу Святому, верь приборам, верь Божьему Слову. Пусть Бог благословит тебя в этом. Но сегодня в среда молитвенное служение. Вопрос у нас Америка, Израиль. И, извиняюсь, наверное, у нас все-таки не Израиль. У нас, наверное, не Израиль, а гонимая церковь. Гонимая церковь, да. Второй вопрос у нас гонимая церковь. Гонимая церковь. Вот, и молимся, молимся также за церковь. Молимся также за церковь, это третий вопрос. Вот, помолимся, я хочу помолиться по Ефесянам, 1 глава 16 по 19 стих. Здесь такие пункты. Чтобы Отец Славы дал нам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Просветил очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Какое богатство славного наследия Его для святых. И как безмерно величие могущество Его в нас. Вот, и вторым вопросом давайте помолимся за нужды. У каждого из нас есть нужды, у каждого из нас вот эта вот нужда переправиться, да, достичь чего-то. Вот, и просто я хотел бы помолиться вот на основании того слова, которое мы сегодня имели. Что в наших ситуациях, когда может быть дела идут, видимо, очень плохо. Мы продолжали доверять не тому, что видим, не тому, что слышим, а тому, что говорят Божьи приборы. Пусть каждый, у кого сегодня есть нужда, просто получит, получит вот это вот Божье Слово, получит, может быть, направление Духа Святого и доверится этому. Доверится этому. И если необходимо, ну, можно абсолютно, сто процентов можно взывать к Иисусу без паники и с полной уверенностью, что Иисус успокоит и ветер, и море в нужное для Тебя время. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, что мы едины с Ним, что Он живет в нас, что мы живем в Нем. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Поэтому, какая бы буря, какие бы ветры не противостояли нам, мы обязательно переправимся. Если Иисус сказал, переправимся, мы переправимся во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя за нашу церковь, Господь. Мы просим Тебя друг за другом. Мы просим Тебя за самих себя, за наши семьи. Вот чтобы Отец слава, мы просим Тебя, чтобы дай нам Духа премудрости и откровения к познанию Тебя. Мы имеем этого Духа, мы имеем. Пожалуйста, пусть наши сердца будут открыты, пусть открыты для познания Тебя, чтобы мы познавали Тебя больше, больше и больше. Просвети очи сердца нашего, просвети очи сердца нашего. Мы духовные люди, нам недостаточно физического зрения, нам нужно духовное зрение. Мы хотим видеть сердце, мы хотим слышать сердцем, мы хотим познавать, в чем состоит надежда, призвание Твоего. В чем состоит наша, надежда нашего призвания. Какое безмерное славного наследия Твоего для святых. Мы частично знаем, Господь, но мы хотим знать все и мы хотим больше того, мы хотим не просто знать, мы хотим обладать этим. Помоги нам в этом, открой наши очи. И как безмерно величие Твоего могущества в нас, Боже, мы хотим это познать. Действительно, Твое могущество в нас, оно безмерно, но мы просто не пользуемся порой этим. Мы хотим это познать и мы хотим практически этим пользоваться. И также мы молимся за нужды, Господь, нужды, которые имеют наши братья, сестры, наши семьи, может быть, церковь. Во имя Иисуса Христа, Боже, дай нам направление, дай нам свои приборы, дай нам Слово, дай нам водительство Духом Святым. И чтобы мы, Господь, доверяли, доверяли Слову, которое Ты дал. Может быть, в наших ситуациях уже есть Слово. Если нет Слова, пожалуйста, дай. В ситуации, через которые проходят мои братья и сестры, дай Слово, дай водительство Духом Святым. И дай нам, Господь, довериться Тебе, просто вот эту способность, веру, Господь, довериться приборам. Даже если наши чувства дезориентированы, говорят совершенно противоположное. Чтобы мы действительно взывали к Тебе, но взывали без паники. А вызывали с верой, вызывали с доверием, вызывали с надеждой, что в свое время Ты успокоишь те бури и те штормы, через которые мы проходим. Спасибо Тебе, Отец. Я благословляю каждого, Господь, кто слушает, кто смотрит. Благословляю всю нашу Церковь во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Будьте благословены, братья и сестры.